я думаю здесь вопрос как раз не можно ли нужно ли потому что можно или нет наверное никто тебе вот библейские прямо не ответит но нет такого местописания где было бы написано не делать татуировки конечно косвенно есть местописание которые говорят там о теле там не изображение делать и так далее вот но я не то чтобы уже всю жизнь прожил да но были молодые люди которые мне говорили мы свободны и поэтому мы сделаем татуировку почему хотим то и делаем или там пирсинг да там уши или нос или еще чего-нибудь ты как бы из одной категории вопрос однажды я услышал одного парня который говорит все мои люди все мои друзья вокруг меня они делали татуировки и было такое давление на меня что я тоже должен сделать а я горит не сделал и чувствую себя свободным ты свобода она не в том чтобы сделать это мы свободно как раз том что я свободен от этого зачем мне нужна татуировка ну что по сути татуировка на мой взгляд это это желание привлечь к себе внимание по сути человеку не хватает любви чеку не хватает внимания и он хочет привлечь к себе внимание и первое время конечно тебе внимание будет это как знаешь но я не знаю это вот новые часы да у тебя есть новые часы и ты во время прославления ты так делаешь чтобы все видели ты славишь бога и аллилуйя на что все все смотрят на твои часы тебя сколько время ты гришь вот столько ты там одежду кое-то одеваешь так чтобы было видно твою новую вещь да а со временем ты уже к ним привыкаешь к этим часам и и уже как-то не так они важны эти эти часы и уже ты их не спишь с ними вот и если часы ты снять то можешь и кроссовки ты можешь снять и не надо спать их и у изголовья как мы в детстве да если бы родители разрешили мы бы в них и спали вот кроссовки можно снять платье можно поменять да в конце концов оправу вот можно поменять а татуировка уже все только ты кожу если и будет шрам тогда останется на вопрос зачем вот я например раньше был худой подтянутый представь я все татуировку сделал у меня бы завяли все цветы на моей груди вот это было бы ужасно вообще и опять же вот даже где люди татуировки делают да они живет их не делать для себя божьsuppsite делал для себя татуировку ты бы сделать там где никто и не видит правильно а люди же всегда делают ее этому что мы все увидели и опять же где-то вот например девочки там делать это ровки на груди вот здесь дайте частью груди видно почему то есть тесто на любой мужчина бурю туда смотреть или там чуть выше трусов знаешь вот здесь вот за или чуть выше трусов вот здесь и и конечно это это как Вот ты в ресторан идешь, и у тебя написано меню, да, там, и описание блюда. Можно просто описание сделать, а можно рядом картинку сделать. И когда картинка есть привлекательная, ты туда в первую очередь посмотришь на это меню. И когда люди делают в таких сексуальных местах татуировки, это как будто бы они рассказывают, что у нас в меню, знаешь. А потом спрашивают, что вот я, такая у меня жизнь, что такая жизнь. Поэтому здесь не вопрос, можно или нельзя, здесь вопрос, а что позади этого, какие мотивы у тебя позади этого. Поэтому я не буду отвечать на вопрос, можно или нельзя, но я отвечу на вопрос, нужно или нет, и нет, не нужно. Нет, не нужно. Любовь и принятие можно найти в тайной комнате, в церкви, в семье, в конце концов, среди друзей. У меня проблем с татуировками нету. Это не так, что я вижу человека с татуировками, и это самое, и я такой, о, у меня тошнит там, или еще что-то. У меня нет проблем с татуировками. Что касается людей, которые, они, может быть, уже у них есть татуировки, и они стали христианами, или, может быть, они вообще об этом не думали, просто у них было веяние, я не знаком лично там с ПОД и другими группами, в каком состоянии они это сделали. Но если ты сидишь сейчас, смотришь, вот, кто там смотрит нас, и вы сидите думаете, делать или нет, ну, нет, не делать. Если у тебя уже есть татуировки, ну, как бы, что ты сделаешь, ничего не сделаешь. Если там ничего отвратительного нету, если что-нибудь есть отвратительное, может быть, то, ну, одевай какую-нибудь одежду, чтобы не видно было. Но если там у тебя ничего такого страшного нет, ну, а что ты сделаешь? Славь Бога, насколько это возможно. Да, не обращай на эти вещи внимания. Уже там ничего не изменишь. Но оправдываться, понимаешь, это, вот у них есть, и я сделаю. Ну, у меня нету. Ну, то есть ты говоришь, да, вот я смотрю на ПОД, я хочу себе сделать. Ну, ты скажи, ну, вот есть Мартюничев, у него нету. Почему надо выбрать ПОД? Да? Ну, Сергей, ты не рок-звезда. Ну, ты же не знаешь, я могу, может быть, ну, другая какая-нибудь рок-звезда, да, христианская. Там, возьми Сашу Патлиса, вот у него нету татуировок. Прикольно же? Смотреть не только на эту сторону, можно найти и другой себе пример. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова